Предположим, что вы не просто хотите проснуться, а хотите дома, с помощью домашних средств, усилить свою тренировку. Ну, как, например, можно качать попу дома? Показываю упражнение номер один. Кровать ваша, стул. Здесь абсолютно не важно, что из поверхности вы задействуете. Самое простое упражнение – это просто выйти наверх. Ноги при этом стоят ровно на ширине плеч, прекрасно работают ягодичные мышцы. Если вам захочется усложнить себе задачу, вы можете по одной ноге делать. То есть выходить с одной ногой, с другой ногой, еще с одной ногой и с другой ногой. Можно сделать еще одну модификацию. Подключаются другие мышцы. Здесь работала только попа. Включаются внутренние поверхности, задние поверхности бедра. Еще один вариант. Подняться и менять ноги. Раз, два, три, четыре. Как вариант. Опускаемся. Начните хотя бы с десяти повторений. На кровати удобно, потому что стул может ехать. Поэтому, сложив на кровать, будет удобнее. Но, во-первых, кровать может быть чуть пониже, чуть повыше. Пониже будет проще. Повыше будет тяжелее. Видите, мне пришлось стул пододвинуть. Потому что он отъезжает потихонечку. Еще вариант, который задействует и внутреннюю поверхность бедра. Вы раскрываете ноги. Закрываете ноги. Еще раз. Открыть. Закрыть. Включается, разогревается внутренняя поверхность бедра. Усложняем задачу, которую мы делали в прошлый раз. Продолжаем сет. С подкачкой ягодиц. И использованием подручного оборудования дома. Это может быть кровать или стул. Напоминаю. Смотрите, в этот раз мы выходим наверх. Это исходное положение. Наверху. Вот исходное положение. И начинаем раскрывать, не опускаясь, ногу. И обратно. И обратно. Можно две ноги. И обратно. На двух ногах. Если вы опустите, вы в любом случае провисите. Тогда нужно будет вытолкнуть себя назад. Это первое. И еще одно упражнение. Нужно чуть ототвернуться от кровати. Положить одну ногу. Дайте вот эту положу. Без разницы. Вторую. Либо взять, либо оставить. Я выбрала, чтобы внимание на ней не концентрировалось. И начать поднимать по очереди. Вверх. На разные ноги. Это левая нога. Точно так же мы меняем. Кладем. И делаем на правую ногу. Таким образом у вас одна нога. Одна яхотница задействовала. Кровать нужно использовать и по-другому. Я могу на нее лечь. Наоборот. Поставить ноги. И выровнять. Сделать линию параллельным полу. И попробовать эти ноги. Отрывайте. Попробуйте. Выглядит просто. Но поверьте. Если выдержите правильную, ровную линию. Это не самое простое упражнение. Можно прямую ногу. Можно согнутую. Разницы нет.